Далее смотрите патрульную службу с Ириной Чекуновой. 14 июля в Тверском областном суде началось судебное следствие по уголовному делу в отношении Алексея Касьяненко, известного в криминальных кругах как Касьян. Он обвиняется по статье 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации с занятием высшего положения в преступной иерархии, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Предварительным следствием установлено, что 7 сентября 2019 года в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, инициированной криминальным авторитетом, имеющим право присваивать другим лицам высшее положение в преступной иерархии Российской Федерации, обвиняемым присвоен статус положенец на территории Тверской области, позволяющий влиять на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Тем самым обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с ее территориальным устройством, и впоследствии продолжил его занимать до момента его задержания 19 июня 2020 года. При этом, по мнению следствия, в период 7 сентября 2019 года до момента задержания, имея статус положенца, обвиняемый организовал сбор, хранение и распределение материальных ценностей из материальных ресурсов, финансовых средств, полученных по большей части преступным путем и накапливаемых в интересах уголовно-преступной среды. Касьяненко, по выводу следствия, по телефону давал согласие на установление для осужденного самого низкого статуса в преступной среде. Кроме того, имея статус так называемого положенца, укрепляя преступный профессионализм и свой авторитет, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов по месту своего жительства. Благодаря колоссальному объему проведенных следственных действий и оперативно-расследственных мероприятий, а также тесному взаимодействию следователей Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, сотрудников областных УФСИН и отделов по борьбе с организованной преступностью УУР, ОМВД России, оперативность исследований полученной информации и слаженность работы указанных правоохранительных ведомств были получены до качества вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Следователем Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах России. Проведен ряд судебных экспертиз. Необходимо отметить, что эта норма закона новая и введена в стране с 1 апреля 2019 года. Это второй факт возбуждения уголовного дела по такой статье на территории Тверского региона. Сейчас в суде рассматривается другое дело по этой же статье в отношении так называемого Артура Молодого. 14 июля в судебном заседании оглашено обвинительное заключение. Касьяненко согласился с ним по оружейной статье и не признал себя виновным по статье 210 прим. 1. В этом же судебном заседании Касьяненко продлен срок стражи до конца декабря 2021 года. Следующее судебное заседание назначено на 7 сентября. Мы следим за ходом событий. Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа. Окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.